Владимир Георгиевич, я вас слушаю, вас все слышат сейчас. Добрый день, уважаемый Владимир. Добрый день, уважаемые уфомы. Мне оказывается большая честь незримо присутствовать среди вас, потому что природа предполагает наличие такого состояния, как старение. Но не трех линия. И я, к сожалению, не могу присутствовать среди вас лично, хотя очень бы хотел. Приветствую всех вас. И, пользуясь случаем, поделиться некоторыми соображениями и мыслями, особенно слабыми уфологами. Во-первых, мне хочется поговорить о границах уфологии. Потому что уфология, как и всякая наука, должна иметь четкие границы и четкое определение. Например, я бы предложил на основании опыта и многолетней работы уфологии несколько десятков лет. Следующее определение. Уфология — это научное направление, изучающее особенности проявления на Земле и в космическом пространстве различных форм иного разума. И их воздействие, то есть воздействие этих форм иного разума на людей, природу и технику. Это научное определение. Объектом исследования уфологии выступает иной разум. И воздействие главным аспектом уфологии является изучение уфосферы. Уфосфера, по сути, это среда, информационное поле, массив данных, откуда поступали сведения о явных и гусленных уфологических ситуациях. Целефологии — уявление закономерностей и формулирование законов влияния уфосферы на развитие биотехносферы Земли. И, в частности, на устойчивость развития общества. Надо больше с вами даже интересовать безопасность общества и влияние на общество. Под уфологической ситуацией следует понимать проявление сообщений с мест проявлений иного разума и связанных с ним феноменов или воздействия этих проявлений на людей, технику и природу. Характерно, что сегодня главным сенсором информации и уфологии является человек, субъект. Было бы, конечно, идеальным перейти от субъективных к объективным, то есть инструментальным методам с переработкой информации по заданной модели программы. Но вряд ли он сейчас реализует. При этом надо иметь в виду, что ложная модель или программа приведет к появлению ложной информации. В то время как банк достоверных данных является важнейшей материальной базой уфологии. Поэтому необходимо, чтобы границы уфологии были обозначены четко. Давайте постараемся обозначить эти границы. Например, попадает ли в границы уфологии обнаружение и изучение признаков жизни, в том числе неразумной, во Вселенной? Нет, не попадает. Это сфера деятельности астробиологии. Другое название астробиологии — экзобиология. Однако уфология обязана отслеживать полученные результаты, определяя их характер воздействия на биотехносферу Земли и космоса. Изучение становения и развития космических тел и всей Вселенной также не является уделом уфологии. Здесь она не должна и не имеет права даже в малой степени подменять массив наук, составляющих астрономию. Кстати, в астрономию в этот массив входит и астрофизика, изучающая физическими и эссимическими методами небесные цела и среды и многие другие направления, начинающиеся на астро. Отдельно стоит принятый в ряде зарубежных стран времен астронавтика. У нас эта космонавтика — обозначающая совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих исследования и освоения космического пространства и внеземных объектов с использованием космических аппаратов. Это тоже не его археофологии, которая, как правило, до сих пор является научно-общественной, решенной государственным финансированием наукой, вынуждены использовать в своих целях результаты перечисленных высших научных и практических деятельностей. И не только их, а все достижения науки и практики, начиная с современного естествознания во главе с физикой и кончая спектром гуманитарных наук. То есть, так говоря, между нами уфология является паразитной наукой, которая снимает в своих целях сливки и пенки других наук. Но я хочу вам сказать, что скажем, что философия тоже является паразитной наукой. Вот, например, есть масса определений философии, там 100 поделений, мне нравятся 101-е, которые я придумал, что в философии есть высший уровень обобщения идей. Так вот, уфология — это высший уровень обобщения знаний об уфологии. Я вам хочу сказать, что... Как бы... да-да-да. Значит, уфология уже успела на своем таком вот уровне подавить отечественную уфологию важное открытие и получить официальное международное признание. Ну, тут факты таким образом выстраивались. Совершено открытие не единственности разума во Вселенной. Факты выстраивались так. Сбор материалов, их обработка и анализ заняли у покорного вашего философии, у автора, выступавшего автором открытия, 25 лет. В работе на общественных началах участвовало около 3,5 тысяч энтузиастов из 180 населенных пунктов. Использовались также данные ряд официальных организаций. В итоге эмпирически и экспериментально установлено информационно-энергетическое мультипроявление, то есть множественное проявление на планете Земля и в околоземном пространстве и воздействие на людей, природу и технику иного, чем человеческий разума, превосходящего по технологическим возможностям уровень развития человеческой цивилизации, проявляющего себя в так называемых МЛО и связанных с ними феноменах, что доказывает, что человечество, как носитель разума, во Вселенной не одиноко. Международная реконструкционная информационная палата интеллектуальной новизны, замыкавшаяся через Международную академию информатизации на ООН, своим патентам с приоритетом от 14 июня 2000 года на имя автора, признала и зарегистрировано изложенное как открытие. Я хочу вам сказать, что 5 января 2001 года в Нью-Йорке, в конференц-зале номер 1 ООН, при синхронном переводе на 6 языков, в рамках конференции «Интеллектуальные лидеры объединенных наций в открытии заустойчивое развитие человечества» автор сделал доклад «Открытие присутствия иного разума во Вселенной и безопасность человечества». Вот такой был сделан доклад, вот так поступила уфомония. А сейчас я, то есть уфомония, так сказать, авторитетно поступила, потому что потом выступал вместе с Павлом Романовичем Поповичем о первой программе радио и выступал наш известный в Патрону Академии Бесслужев Рада. Во всяком случае, об этом было заявлено во всеуслышание. А теперь, когда мы с вами, так сказать, затумали свои мозги о предупреждении мюзофологии, я хочу рассказать целый ряд интересных моментов, связанных, ну, скажем так, можно дать такой заголовок «Ангелы и космонавты». Вот по поводу ангелов и космонавтов. Загадкой остаются лица и фигуры, которые не видели люди во внеземном пространстве. Первыми о том, что ангелы действительно существуют, сообщили советские космонавты. Ну, как известно, 12 апреля, 61-го года, с Байканула впервые в мире создавал космический корабль «Восток» с пилотом-космодавтом Юрием Гагарином на борту. О полете много писали, и земляне узнали немало подробностей о каждой минуте пребывания Гагарина в космосе. Но впоследствии оказалось, что все-таки не о каждой. На рубеже 80-90-х годов произошла утечка информации то ли из кругов близких к КГБ СССР, то ли из Академии наук. Дело в том, что во время облета Гагарин дважды на короткое время замолкал и не отвечал на позывнее. Об этих эпизодах космонавт не помнил. И была выделена версия о непроизвольных крылковременных потерях сознания от стресса и переутомления. Однако, во время планового визита к психотерапевту для проверки общего психического самочувствия первый в мире человек, погулявший в космосе, был подвергнут регрессивному гипнозу. Во время поведения гипноза космонавт чуть ли не по минутам восстановил ход полета на корабле «Восток-1». Находясь под гипнозом, Юрий Гагарин сообщил, что во время полета в кабине появилось темное пятно, которое затем преобразовалось в человеческое лицо. Это было именно только лицо, а не голова. Оно висело перед космонавтом в конкурсе. Гагарин не чувствовал страха, но при этом не мог пошевелеть ни руками, ни ногами. В голове его прозвучал голос. Не волнуйся, все будет хорошо. Ты вернешься на землю. Дальше я хочу перейти к так разугаемой встрече с ангелами. Встреча с ангелами тоже первый раз произошла с советскими космонавтами в 1985 году. Об этом чрезвычайном происшествии, случившемся на станции Солюк-7, трем космонавта убедительно порекомендовали не распространяться. Существование ангелов в советской идеологии не допускалось. Так что там было? Шел 155-й день полета. Олег Очков, Владимир Соловьев, Леонид Кизин занимались запланированными экспериментами и наблюдениями. Неожиданно станцию залил сверкающий оранжевый свет ослепивший космонавтов. К счастью зрения, космонавт вернулась почти сразу. Тянувшись к ульминатору, они не поверили своим глазам. А то с турном сверхпрочного стекла в оранжевом светящемся облаке отчетливо леднились семь гигантских фигур. У них были человеческие лица и тела. А за спиной угадывалось нечто полупрозрачное, похожее на крылья. Они улыбались, рассказывали потом космонавты, но это была не улыбка приветствия, а улыбка восторга. Мы, люди, так не улыбаемся. В школе центральное поступравление вышло на связь и потребовал подробный отчет об убеденном, который моментально получил грехсекретно. Космонавтами заинтересовалась наземная команда медиков. Просто показали норму. Поэтому было принято решение считать случившиеся групповой галлюцинации в средстве переутомления за время пятимесячного пребывания в космосе. но на 160 дней полета к первым экибажам присоединился трое коллег Светлана Савицкая, Игорь Лук и Владимир Дженебеков. И вновь орбитальная станция озарилась оранжевым светом и появилось семь сияющих фигур. Теперь уже все шестеро космонавтов доложили, что видели улыбающихся ангелов. Версию о групповом умоповлечении и соперевудовлении можно было смело отзвонить, так как новый экибаж прибыл с нашего за несколько дней до второго ангельского веки не я. Значит, вот такой случай. Следующий случай я бы, наверное, назвал так. Хаббл, это телескоп, обнаружил космический город. Вот давайте мы посмотрим, что же это такое. Хаббл обнаружил космический город. Где тут у меня шпыркалка? Да. Хаббл обнаружил космический город. 24 апреля 1990 года шаттл и скалери вывел на расчетную орбиту телескоп Хаббл. Атмосфера планеты не оказывает на него нашей планеты негативного влияния. Поэтому разрешающая способность Хаббла считается в 7-10 раз больше, чем у телескопа такого же класса, находящегося на Земле. 26 декабря 1994 года Хаббл передал снимки на которых был запечатлен плывущий в космосе город. Переданные снимки, на которых четко виден целый город без крайних просторов Вселенной, стали доступны широким массам только потому, что представители НАСА просто не успели отключить свободный доступ к Северу телескопу. Они прохлопали. Конечно, потом они изъявили снимки и засекретили их, но с опозданием в несколько минут. Этого было достаточно из-за того, что воскаченные с Севера снимки потряслили мир. Городу сразу дали название Обитель Бога. Обитель Бога. Рощи город был признан обителью Творца местом, где только и может располагаться престол Господа Бога. Представитель НАСА заявил, что город не может быть населен в привычном смысле этого слова, вероятнее всего в нем живут души умерших людей. Ни один известный нам небесный объект не в состоянии соперничься с этим исповедом. Наша земля в этом городе была просто-напросто песчинкой на пыльной обочине космического проспекта, скажем так. Однако при трехмерном моделировании удаленной части Вселенной появился потрясающий факт. Это не часть Вселенной удалена от нас, а мы от нее. Почему точка отсчета перенесена в город? Потому что именно это туманное пятнышко оказалось в компьютерной модели центром Вселенной. объемное движущиеся изображение наглядно продемонстрировано, что галактики разбегаются временно от той точки Вселенной, в которой расположен город. Другими словами, все галактики, в том числе и наша, вышли когда-то именно из этой точки пространства, и именно вокруг города происходит вращение Вселенной. А потому первое представление о городе как об обитве Бога оказалось на редкость удачным и близким к истинам. В данном случае наука с помощью технических средств утвердила или, по крайней мере, привела весомое доказательство верности основного постулата религии о существовании единого дворца, живущего в сияющем городе на небесах. Так, и еще, наверное, наверное, надо поговорить. Владимир Георгиевич, Владимир Георгиевич, последнее, да, хорошо. Заканчивай, да, я заканчиваю сейчас. Последнее надо поговорить о уфологической доктрине. Одну секундочку. Этим надо завершить. Так, этим надо завершить. Выхожу на завершающую прямую. дело в том, что я говорил о новации, о патенте, и хочу, значит, добавить, что особенность новации в том, что автор, вот сейчас, так сказать, я заказываю, закончил уже эту работу, что ваш покорный слуга, уйдя от множества гипотез, традиционной описательной уфологии, в том числе и от своих гипотез, объединил системным подходом только сегодняшние факты, включив в них как отсутствие обнаружения разумной жизни. Есть формула Брейка в одном количестве разумных планет, населенных радов, на одной планете и кроме Земли разум не обнаружен фактически. Значит, отсутствие обнаружения разумной жизни над уехами небесных тела. Так и последнее достижение науки. Достижение взошло на основе составившейся конвенциальной инопланетной парадигмы, которая вытеснена научно-технистической луфологией парадигмой иного разума, предстающего не персонифицированным творцом, а организованной подобно гигантскому интернету, самосознательной мыслящей системой, живым пространством, солярисом, составляющим единство с полевым разумным потоком, генерируемым живущим на земле или их информационными матрицами после смерти биологического тела. В таком контексте иной разум есть научное обоснование Бога. Значит, и так декларирование открытия автор говорит, установлено закономерность подконтрольного сосуществования человечества с надгуманоидной формой иного разума. Ее суть заключается в мониторинге и эксплуатации техно-сферы Земли с помощью задаваемых иным разумом на асферных легкоподвижных объектов НЛО, управляемых киборгами селекции людей и манипуляции сознаниями индивидуя и общества что обусловлено зависимостью иного разума от продуцированной в любви биогенной информации субстанционально составляющейся его полевой сущностью единый информационный кодекс при этом иной разум регулированный гуменстатиз то есть устойчивость синбероза а пока можно добавить что НЛО это устройство для реализации программы нового разума его активные резиденты на земле использующие для безопасности скрытые базы это уже долгого киборги бездушный продукт генной инженерии не имеют слуха нервной пищеварительной половой систем является составным элементом МВО подпитывающим киборга энергии селекция заканчивается правильным завещением сотеного иным разумом человека разумного с ответ но превратившегося в тех на человека всех на человека обложить получить не разумного с ответ а хомо интеллектус способного избавить землю от безумечного научно-технического прогресса ведущего планету к коллапсу а человечество к сулициду значит вот манипуляции сознанием уводят людей непонимание подчиненной роли поставщика биоэнергоинформации главными отвлекающими факторами кроме мифа об инопланетянах являются религии партии войны и так далее включая искажение направлений из результатов научных работ например общей темы эйнштейна я хочу сказать что пусть этот этот я понимаю что любая инновация последние слова и и рейси дают время кто-то вообще не захочет как сейчас говорят форматироваться Не все мы одинаково смотрим на мир, и в отличие от партии конфессии, даже имеем разные представления о приоритетах, в этом силы уфологов, тем более, что мы оказываемся в эпицентре научных проблем. Мы желаем только одного – торжества истины, помимо безопасности и лучшей жизни для людей планеты Земля. От нашей с вами инициативы и активности зависят наши дальнейшие успехи, складывается общая судьба и уверенность в завтрашнем дне. Пусть этот посыл поможет творчеству молодых, идущих, ищущих людей, скажем так, и дорогих исследователей. Мир вам, идущих исследований. Благодарю вас за внимание. Я рад, что я побывал с вами. Спасибо огромное, Владимир Георгиевич. Мы уже 32 минуты говорим, но вы можете на пару коротких вопросов, коротко еще ответить, если в зале будет. Есть вопросы у кого короткие? Скажите, пожалуйста, эфир, как первый элемент таблицы Менделеева, он является таким интернетом, который связывает все пространство? Владимир Георгиевич, спрашиваю из залов, ваши взгляды на эфир, он является, еще раз повторить, Интернетом, так сказать, который связывает все пространство? Ну, из зала спрашивают, является ли он, по вашему мнению, чем-то связующим элементом Вселенной, интернетом Вселенной? Можно так сказать? Да, я могу даже, вот у меня есть слова, во-первых, Циолковского. Последний управитель, возможно, вся Вселенная, вся небесконечность, она и составляет некое божество, в руках которого мы всегда находились и будем находиться. Это Залковский. А вот Академия Казачаев. Важно проникнуться пониманием Вселенной как единого организма, в котором мир неявленный, несравненно могуществе мира явленного. Безусловно, эфир является средой, которая проникнула пиво информации, горной энергии, несомненно. Его можно употребить Интернетом. Еще вопросы есть? Спасибо, спасибо. Еще вопросы есть у кого? Еще один вопрос про город Золотой, так называемый город богов. Вы имеете с ним? Подойди, пожалуйста, ближе. Мне кажется, вы слышите. Вы слышите, как она задает вопрос? Подойди, пожалуйста, ближе. Сейчас, сейчас она подходит. Чтобы я не транслировал это, не переводил. Говори проще только. Владимир Георгиевич, город Золотой, вы имели с ним контакт? Либо же есть кто-то с землян, кто имеет прямой контакт? В том числе и в России. Про город, который вы упоминали, космический город. А, понятно. Вы понимаете, в малом времени я бы рассказал о контактах с огромным миром. Да, потому что вот в моих работах последний дом, теперь седьмой дом выпустила издача «Веч» называется «ЛО. Постижение тайны». Причем, постижение тайны – это не не императив, так сказать, а это процесс постижения тайны. Чем мы больше расширяем границу круга знания, тем мы знаем больше получились границы с незнаемым. Да, я хочу вам сказать. Так вот, это, значит, просто все было. Попросите, пожалуйста. Знаете ли вы о каких-либо контактах с этим городом? Да, да. Я знаю человека, с которым я общался, и который технически смог вызывать на экран телевизора ЛИКИ усопших с того света. А потом он сам умер, этот человек, и оттуда, оттуда пытался организовать передачу сюда, ну, скажем так, с того света. Значит, и тем самым докажется, что человек бессмертен, и находится ли он в этом городе или в другом, мне сказать трудно. Но факт тот, что в Швяч и в Петербурге работает специальная лаборатория, и там, значит, акустик, капитан второго ранга, усталившись со своим покойным сыном. Он погиб в авиационной катастрофе. То есть такие работы ведутся, а конкретно в городе или нет, на этом вопросе у меня информация отсутствует. Спасибо огромное. От нас всех вам большое спасибо и здоровья долголетия. Всего вам доброго. Я хочу вам сказать, что если вы запутаетесь в том, что я вас катал, то запомните два небольших посыла. Каждый должен быть в своей тарелке, и лучше быть прищельцем, чем проходимцем. Спасибо, спасибо. До свидания. На всех тарелках. Я еще короткий постскриптум не стал говорить. Владимиру Георгиевичу в следующем году скоро исполняется 90 лет. Так что, так сказать, ну, вне всякого сомнения, он самый старейший уфолог, по крайней мере, в нашей стране. Вот. По поводу комментариев того, что он рассказал, ну, наверное, здесь долго придется говорить. Ну, в любом случае... Говорит лица недолго. Факты, сообщенные им по космонавтике, по наркопонавтике, к реальности никакого тени не имеют. Был бы совсем. Ну, в любом случае, я думаю, что мы все получили удовольствие. У Богов, в общем, тоже история достаточно хорошо уже известна. Тоже, к сожалению... Его личный контакт там тоже какой-то был, но все это не... Личные контакты, это ради Бога, это пожалуйста. Так что, как это 90 лет, возможно, у вас тоже будут контакты? Да, вот, пусть критикует Владимир Георгиевича тот, кто одного с ним возраста. Так вот, на всякий случай еще добавлю, человек, он, естественно, того возраста и того периода, когда принято было доверять газетам. И много информации, конечно, ну, мягко выражаясь, газетного свойства, к которому следующее поколение, наше поколение, уже относится не столь доверительно. И, в частности, информация по золотому городу, так называемому. И изначально, как я выяснил, в начале 90-х годов первоисточник исходил из польской газеты «Скандаля». НАСА к этой публикации, соответственно, к этим фотографиям отношения не имеет. Ну, хотя, естественно, любой человек имеет право на свое мнение, поэтому утверждать, что мнение Владимира Георгиевича, так сказать, можно не учитывать, я этого не буду. Мало того, я считаю, что мы все сегодня получили удовольствие, услышав этого человека, о котором большинство только читало. Продолжение следует...